Сегодня я расскажу вам о, наверное, самым любимом дачниками и всеми прочими любителями здорового образа жизни овощи, растения, которые являются и едой, и лекарством уже тысячелетия, и из которого, наверное, не обходится ни одна дача. Сегодня я расскажу вам о чесноке. Посадить чеснок несложно, можно купить зубчики, можно купить семена в магазинах про цветок, можно проконсультироваться по поводу сортов у специалистов канала про цветок. И, в общем-то, сейчас осень, самое время для того, чтобы задуматься о своем здоровье и при помощи чеснока, выкопанного, собранного на наших любимых дачах, поправить свое здоровье. Большинство из нас знает, что чеснок полезен, что его надо кушать, когда идет гриб. Причем, что интересно, я вспоминаю еще, когда мои дети ходили в садик, это было очень давно, почти 20 лет назад, наиболее сознательные воспитатели вешали им на шею на веревочке яйцо от киндер-сюрприза с проколотыми дырочками, и туда велели мамам класть растертые два зубочка чеснока. Не очень эстетично в плане запаха, но очень и очень полезно в плане здоровья детей. И получается, что первое из действий чеснока – это противомикробное, противовирусное, за счет фитонцидов – летучих веществ, способных убивать микробов. Мы не первые, кто открыли это свойство. Еще в XVI-XVIII веках использовали чеснок для лечения оспы, чумы. Не всегда, правда, эффективно, но, тем не менее, помощь была. И в XIX веке уже было научно доказано, что летучие вещества чеснока убивают микробов. Именно поэтому осенью, когда нарастает заболеваемость простудными заболеваниями, просто добавляйте в пищу 1-2 зубочка чеснока в день. Это можно добавлять в салаты, это можно крошить в борщи, это можно в какие-то вторые блюда, в те же тушеные овощи, или картошечку, или макароны добавлять. Единственное, что помните, есть такое слово «противопоказание». Чеснок за счет своего очень активного действия может раздражать слизистые своими эфирными маслами с раздражающими свойствами. И поэтому тем, у кого повышенная кислотность желудка, тем, у кого обостряется язвенная болезнь желудка, гастрит осенью, чеснок есть или нежелательно, или принимать в других формах. В каких формах? Вот сейчас мы об этом с вами и поговорим. В 1950-м, то ли 1970-м году экспедиция ЮНЕСКО нашла в тибетских раскопках рецепт, выбитый на табличках, который потом и назвали тибетским эликсиром бессмертия. Что это такое? Это настойка чеснока на спирту, на крепком спирту, которая очищает и омолаживает весь организм. Как она делается? Берется 350 грамм очищенных зубочков чеснока, продавливается в идеале, конечно, в деревянной или в каменной ступке, чтобы не касаться металла, чтобы не окислялись биологически активные вещества полезные. Ну, как получится, можно продавить и чесночницей. Потом из этой массы мы 350 грамм чеснока взяли, снизу, где самое сочное, берем 200 грамм и смешиваем с 200 градусами 90% спирта. Желательно вот его найти. И у нас все это дело отправляется настаиваться куда-то в темное место с постоянной температурой. Можно в погреб, можно в шкаф, где стоят наши вещи. Желательно очень плотно закрыть пробку, потому что вот эти летучие вещества чеснока иначе дадут вот этот запах, пропахнет все, что стоит вокруг. Поэтому под пробочку желательно положить целлофан и можно убрать все это в пакетик. Регулярно встряхивать. Через 2-3 недели у нас образуется янтарного цвета настойка, которую мы начинаем применять для нашего здоровья. Как мы ее применяем? Есть целая схема, по которой она применяется. По каплям на полстакана молока, опять-таки, чтобы предохранить нашу слизистую от вот таких вот моментов, как изжога, раздражения, слизистую желудку. Мы применяем первый день на завтрак 1 капля за 15-30 минут до еды. В обед 2 капли на полстакана молока. Ужин 3 капли. На следующий день на завтрак 4 капли. В обед 5 капель. Вечером 6 капель. И так мы доходим до 25 капель. Когда мы дошли до 25 капель, мы начинаем убавлять 25 капель на завтрак, 24 на обед, 23 на ужин, на следующий день 22, 21, 20 и так до 1 капли. После того, как мы дошли до 1 капли, 15 капель всю оставшуюся настойку 3 раза в день на 50-100 мл молока, желательно теплого, до тех пор, пока настойка не кончится. Когда я первый раз экспериментировала с этим рецептом и пила его, это, конечно, разумеется, требует дисциплины определенной, я не могу сказать, что я почувствовала какой-то эффект в течение первых 2 недель. Пока там 1-2-3 капли. Но уже к концу 2 недели я заметила, что я забегаю без одышки на 4 этаж, бегом, с сумками, что я стала лучше спать, что у меня седина на висках подернулась серой, такой дымкой, то есть у меня цвет в волосах стал проявляться, улучшилась память, улучшилось зрение, разгладились начинающиеся морщинки у глаз. Я это делала в 45 лет, когда уже начинались какие-то первые климатические проявления. Перестали мерзнуть пальчики рук и ног, неметь, мерзнуть. То есть незаметно, очень незаметно улучшается здоровье. За счет чего? У нас действующие вещества чеснока прочищают мелкие периферические капиллярчики, которые содержатся в мозгу, в глазах, в сосудах рук и ног, в сердце, в половых органах. Улучшается цикл. У женщин, которые принимают это в период климакса, опять возвращается, налаживается цикл на какое-то время определенное. Уходит одышка, уходит частичный лишний вес, особенно если в период вот этого лечения поддерживать какую-то более-менее здоровую диету. Очень интересно, что снижается уровень холестерина, улучшается кардиограмма у тех, у кого были проблемы с сердцем. Эффект разжижения крови происходит, то есть не нужно на ночь пить лишний раз кардиомагнил. Как я уже говорила, снижается вес, улучшается сон, снижается шум в ушах. Все, что у нас в организме происходило за счет зашлакованности вот этих вот мелких капиллярчиков, периферических сосудов, за счет обрастания их стенок холестерином, какими-то бляшками, холестеринами, солями, все это уходит и возвращается. Реально организм омолаживается, это чувствуется. Прямо вот года на 2-3 себя чувствуешь как-то бодрее. Не рекомендуется делать это чаще, чем раз в 5 лет, но нам же хочется таблет квадратности побольше. Я повторила года через 3. Эффект очень хороший, эффект очень серьезный, особенно для города, в котором мы все живем и зарастаем потихонечку мхом, потому что лето-то на даче, накупили на канале про цветок, в магазинах про цветок саженцев, посадили это все, а зимой возвращаемся в город. И опять диван, телевизор или планшет у кого-то, опять еда из магазина, а не с любимой грядки. И, разумеется, мы опять зарастаем шлаками. Настойка из чеснока великолепным образом помогает в данном случае очиститься. Если у нас нет такого усердия и дисциплины, но здоровым быть хочется, что нам можно сделать? Можно сделать следующую смесь для снижения холестерина, опять-таки, для очищения сосудов, пускай не так ювелирно и эффективно действующие, но тоже рабочие. Что мы делаем? Мы берем в равных частях, смешиваем чеснок, например, грамм 50, лимон, можно с кожурой, и мед. Все это пробиваем на мясорубке или на блендере до однородной массы, ставим в холодильник и берем оттуда по чайной ложечке три раза в день. Если есть проблемы с желудком, то после еды, если нет, то можно до еды, запивая полстакана теплой воды, для того, чтобы не было, как я уже сказала, изжоги или обострения. Первый раз пробуйте буквально на кончике ложечки чайной, чтобы проверить, нет ли у вас какой-то аллергии или реакции нехорошей желудка. Еще есть вариант, который помогает дополнительно очистить печень, желчный пузырь. У нас как-то сейчас мода все пошла чиститься, чиститься. В данном случае мы можем смешать оливковое масло, лимон и чеснок в равных количествах. Получится не так вкусно, но достаточно эффективно. Противопоказания тем, у кого есть крупные камни в желчном пузыре. Это надо иметь в виду, потому что могут стронуться, могут застрять в желчном протоке. То есть это мы даем тем, кому необходимо очиститься от старой желчи, привести в порядок печень, оздоровить ее, гепатоз какой-то жировой сбросить. Кишечник запустить, опять-таки очень неплохо очищается. Кишечник сбросить лишний вес. Есть вариант очищения гайморовых пазух при помощи чеснока. Может быть, те, кто болели, знают, есть такие капли, гомеопатические, германские, которые пьешь, и начинается очень активное выделение. Просто ручьем льется из носа, чихать начинаешь, и за счет этого вымывается гнойное содержимое из гайморовых пазухов. Мы можем это сделать все дома, на коленке, имея чеснок. Смешиваем в равных частях чеснок, буквально грамм 30, хрен, корень хрена, который растет на нашей любимой даче, и тот же лимон. Смесь получается термоядерная. Людям с повышенной кислотностью желудка, гастритчикам, язвенникам ни в коем случае нельзя. Всем остальным сначала пробуем, потом потребляем. И вот по пол чайной ложечки, когда мы принимаем эту смесь, у нас начинается точно так же очень активное слезотечение, соплетечение. В результате у нас все заложенные с гайморита какие-то шлаки, все это вымывается. Тем, кто совсем не хочет заморачиваться, купили семена в магазинах процветок, посадили, вырастили чеснок, и просто применяем его по два зубочка в день. Тоже слегка снижает холестерин, очень хорошо помогает для профилактики лечения вирусных инфекций, при паразитарных инвазиях глиссных, очень неплохо помогает, и в целом оздоравливает организм. Пользуйтесь таким несложным, но эффективным средством, подаренным нам природой, и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова